Встречи двух диктаторов А то Лукашенко внезапно и без предварительных анонсов сорвался на ковер к Путину аж на три дня. Что происходит? Почему оба диктатора пренебрегают банальными протоколами? И с чем связаны такие частые встречи? Горячий комментарий заместителя руководителя Народного антикризисного управления Владимира Остапенко. И на этом ковре он регулярно отмечается то в Москве, то в Питере, то в Сочи. И, наверное, об этих визитах можно говорить как о визитах вассала к феодалу или губернатора регионального к своему высокому начальнику. Потому что в классических межгосударственных отношениях визиты президентов так не делаются. А если уже говорить об истории наших белорусско-российских отношений, то, я думаю, что я не ошибаюсь, у нас в истории этих отношений еще не было ни одного государственного визита. То есть полноценного визита с протокольными почестями, с почетным караулом, со всеми остальными атрибутами, которые связаны с такими государственными визитами. То есть в своих отношениях с Россией Лукашенко до такой высоты еще не дорос. Поэтому он совершает свои рабочие, полурабочие визиты, сочетает их с отдыхом, тем самым грубо нарушая белорусское законодательство о служебных командировках должностных лиц. И здесь логика этих визитов вполне понятна. Это визиты просителя, визиты вассала. Но что касается визитов российской стороны в Минск, да, мы знаем, что достаточно долго мы не принимали высокие гости на двустороннем уровне. Были приезды в рамках работы международных организаций. И вот анонсированный визит Путина, он действительно был достаточно неожиданно анонсирован на форумы регионов. Наверное, говорит о том, что уже и Путин чувствует, как у России горит земля под ногами, события недавнего экономического форума. В Санкт-Петербурге нам об этом говорят в том числе. То есть, наверное, уже и Путин чувствует необходимость показать свою рукопожатость, если хотите, за пределами России. И, возможно, он воспользуется формальной церемонией открытия форума регионов для того, чтобы в ближний раз в глазах российских избирателей попытаться улучшить свой нерукопожатый имидж. Я здесь, может быть, далек от мысли о том, что два президента в состоянии решить все вопросы, начиная от ракетостроения и заканчивая сельским хозяйством. Понятно, что с нашей стороны, со стороны Беларуси сегодня речь идет о «отдайте денег». Со стороны России, наверное, предпринимаются усилия поискать свои интересы на беларусском направлении. И вот здесь, в условиях ведущейся украинской войны, я понимаю, что встречные запросы России могут быть, наверное, не такими мелкими и не такими ненавязчивыми, как нам хотелось бы. Поэтому я думаю, что вот эта военно-политическая тематика – это самый чувствительный момент, который как раз требует рассмотрения и решения на высшем государственном уровне. На уровне тех, кто командует армиями, условно говоря, или, по крайней мере, не командует армиями, когда им об этом говорят. Когда армия другого государства заходит на территорию соседнего государства и начинает делать то, что считает нужным. То есть мы снова возвращаемся к тезису о участии Беларуси в агрессии против Украины. Я думаю, что усиливающаяся частота этих встреч, возможно, связана с обострением ситуации на российско-украинском фронте, с тем, что России в любом случае, наверное, необходимо искать какую-то внешнюю, внутреннюю, видимую, невидимую поддержку своих усилий. Собственные усилия ей для этого не хватает, а союзников у нее, по сути, не осталось. Поэтому я думаю, что определенный нажим на Лукашенко в рамках этих бесед однозначно оказывается. И вот если подтверждается информация в очередном внеплановой поездке на ковер, возможно, эти темы снова будут там предметом рассмотреть. Я не думаю, что Лукашенко хватит и мужества, и смелости, и, собственно, внутренней твердости, чтобы поступить так, как поступил Такаев. Он все-таки, мне кажется, Такаев очень четко и достаточно жестко изложил позицию Казахстана по всем ключевым проблемным вопросам в поездке российской. Лукашенко, как мы можем наблюдать последние полтора-два года особенно, ведет политику уже на сковородке. У него все уже становится поле для маневров, у него гораздо меньше становится опций каких-то в движениях. Он, можно сказать, по сути, стал уже не самостоятельным политиком, и принципиальные решения, ну вот как в случае агрессии против Украины, принимаются уже за него и без него. Но, с другой стороны, есть какая-то еще внутренняя компетенция, какие-то вопросы, которые он контролирует или пытается контролировать внутри Беларуси. И максимум, на что он может быть способен, это сегодня не принимать каких-то решений, которые от него требует Россия. Но, еще раз повторюсь, поле для маневра и контраргументов у него в условиях практически полной изоляции во внешнем мире очень-очень мало. Поэтому, если Россия по-настоящему захочет вынудить Лукашенко принять какие-то не очень удобные для него решения, я думаю, что она сможет это сделать. Напомню, что задать свой вопрос эксперту может каждый зритель Маланки. Пишите о том, что интересно вам в комментариях. И не забудьте подписаться, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ответ в одном из наших выпусков. Продолжение следует...